Сегодня снова с нами правовед, политический эксперт Юрий Шулипов. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Татьяна. Ну и мое традиционное приветствие, наши обязательные слушатели. Вот смотрите, сейчас как никогда раньше поднимает голову национально-освободительная борьба в республиках Российской Федерации. И это грозит развалу, естественно, всей федерации и появлению на карте много-много новых республик, новых государств. Как относится к этому Запад и, насколько я понимаю, он этого боится? Почему? Боится, потому что на Западе нет мыслителей. И люди, которые там сейчас пришли к власти, я имею в виду власти внешнеполитической, которые сидят и в администрации Пилотома, и в зигзанках. Их не так много, но это достаточно влиятельный группировок. И они боятся распада России по, как минимум, трём соображениям. Трём, я сейчас вам пообъясню, ну, вы уже уже это знаете, и у меня, я так как так говорил. Первый – это боязнь бесконтроля распространения ядерного автоса. Вторая причина – это сугубо конъюнктурные. Потому что в России в основном все необходимые металлы, фактически вся таблица Менделеева, пока ещё значительные запасы нефти и газа. И поэтому так просто с ними, ну, и плюс ещё Россия один из экспортеров зерна пшеницы, ну, из один из крупнейших экспортеров зерна пшеницы, поэтому лучше с этим преступным фашистским режимом торговать, таким, как он есть. Тем более у Запада, к величайшему сожалению, исторически веками накоплено очень большое подсуществование с различными фашистскими, авторитарными туристическими режимами. Ну, и третий фактор – это то, что если Россия распадётся, как боятся это на Западе, ну, это, опять-таки, выдуманно, надуманно всё, это страх, что поскольку русские, они генетические рабы, и возникнет хаос на построссийском пространстве, миграционный кризис, прямо сейчас куча людей к нему убегут, другая куча начнут друг друга убивать, потребуется какое-то внешнее вмешательство, по образу и подобию, как это было, и продолжается в странах Африки, где в Южной Африке, например, была борьба с протеидом, плюс геноцид народа Турции, та ситуация, которая сейчас происходит в Сомалии, в Южном Сомалии и так далее. Ну, просто Запад этого боится и ничего абсолютно не хочет делать. То есть, я скажу так, большинство на Западе, представители так называемых дип-стейт, если говорить коротко и абстрактно, они за то, чтобы Россия перестала существовать как государственная геополитическая реальность. Но, к величайшему сожалению, существует такое меньшинство, это птенцы бывшего позорного и постыдного президента Соединенных Штатов Америки Барака Обана, который допустил после так называемой перезагрузки. Это вообще, кстати, забыли сказать, но это бред. Это вот даже самые порты-ватники, я тогда помню, еще жил в Москве, когда Бигведев был президентом, они смеялись и ржали. После агрессии, акта агрессии против Грузии, я вот не говорю там о двух российских частных войнах, Москве против Чеченской республики Чкерия, Обама предложил Бигведеву так называемую перезагрузку. То есть, это было конец. То есть, смотрите, Россия тогда, после маятко-скорящей, Путин в 2007 году стала готовиться, то есть, уже планировать, ну, как минимум планировать и подготавливаться к четвертой мировой гибридной войне, как-то для политического реваншизма, исторического экспансионизма за поражение бывшего СССР в третьей мировой холодной войне, а Соединенные Штаты Америки махнули на эту рукость. Ребята, перезагрузка какая-то такая. И все. И вот сейчас Сенси Обамы и ушедшего от нас мира, но Генри Кессерра, тот, который действительно стал одним из могильщиков современной системы международного права, международной безопасности и стратегической стабильности, такие, как Чарльз Купчан, Хас, Том Грэм, они поподняли голову и в своем журнале For the Face уже четвертую статью со временем полномасштабного вторжения пишут, призывают Украину капитулировать перед агрессором ради России, для того, чтобы агрессор смог, как правильно сказали немецкие ученые, в течение 60 лет, от 6 до 10 лет, восстановить свой потенциал, который был в действии снижен Украиной после полномасштабного вторжения и напасть еще, в течение 60 лет, по мнению этих видных ученых, это ученые, члены Германского союза по международным делам, на Герман. Они абсолютно правы. И вот еще, что вот эти, ну, некоторые их леваками называют, я их называю антиамериканистами, это антиамериканисты, антизападники и представители антицивилизации, такие, как Чан и Томас Грэм. Они опять, ну, Томас Грэм, он говорит уже, ему за 190, он в подгузнике уже ходит, старый агент Москвы, ученик Киссинджера, он ездил в Москву, и участвовал в этих позорных и постыдных переговорах в трек-2, называемых, и в трек-полтора, то есть с этим, с военным преступником и убийцей Лавровым, который был в Соединенных Штатах Америки, участвовал в, точнее, даже не участвовал в председательство высшего органа мира в Совете Безопасности. Он в апреле 2023 года породался. И вот Том Грэм подтянул тогда двух вот этих полезных идиотов, Чарльз и Купчан, переговоры 2.0, и вот слава богу, что Ньюсвик, потом еще NBC Ньюстер и канал, и The Moscow Times, они помогли слить суть вот этих переговоров, потому что их переговоры, ну, понятно, я прекрасно знаю еще, как работают подобный род дипломаты, то есть со стороны Соединенных Штатов Америки, безусловно, эти переговоры проходили под разведывательным обеспечением ЦРУ. Бернс знал об этом, и как Бернс, так и Джейк Сарливан, советник, лакомощник президента США Джубайдена по национальной безопасности, потому что в Ньюсвике шла речь о том, что и в статье на сайте NBC Ньюстер шла речь, о том, что Джейк Сарливан, то есть Белый дом лицик Джейк Сарливан был извещен, поставлен в известность о том, что такие переговоры происходят. Даже если, ну, существуют, опять-таки, дипломатические традиции, как Соединенные Штаты Америки, так, соответственно, Россия и других странах, если они проводятся, и какие-то там обсуждаются вопросы, которые впоследствии могут стать принятием государственных решений, то, соответственно, необходимы чиновники, которые отвечают за эту политику, они об этом ставятся в известность, да, и мне лично представляют, что и финансовое обеспечение всех этих переговоров проходило, если не за счет Москвы, это, возможно, даже наполовину за счет, в том числе, тех же бюджетов Соединенных Штатов Америки. И их, как раз таки, мне кажется, слили по той простой причине, потому что они никакого успеха не провели. Сам агент Москвы Том Грэммус писал, что, ну, российская элита и готова к широкому компромиссу с Украиной в российской агрессии, но Путин к этому компромиссу прийти не дает. Но это еще, я считаю, это большой обман, это заблуждение, потому что Том Грэмм работает, работал и работает, и будет продолжать поработать, по всей видимости, он абсолютно неисправимый именно в интересах Москвы, и поскольку он агент Москвы, то таким образом он для коллективного Запада приносит дезинформацию, дезинформацию специальному. Пусть Украина пойдет на какие-то там сепаратные миры, ну, типа как вот Висфальский мир со временем был для Германии, Брестский мир для большевистской России, или вот так называемые Минские договоренности, которые фактически в 2014-2015 годах стали актами капитуляции Украины перед Москвой. Вот, антиночередной капитуляции отличило до того, чтобы дать возможность Москве, то, о чем я говорю, восстановить свой потенциал. Поэтому еще раз повторюсь, что с пророссийскостью нужно бороться на Западе, с пророссийскостью нужно бороться системно. Обратите даже внимание на все вот эти СМИ, там как Wall Street Journal, The New Times, политика, но те, которые находятся под контролем так называемых леволиберальных политических сил Соединенных Штатов Америки. Как там они освещают, в каком ключе и контексте освещается война Москвы против Украины? War in Ukraine. То есть война в Украине. Они там не пишут в своих колонках, в заголовках, там главные блога, что War Moscow afraid of Ukraine. То есть война Москвы против Украины. То есть они вещи не называют своими именами. Ну, просто War in Ukraine. То есть война в Украине. А что это называется? Это гражданская, может быть, война. Война, например, Соединенных Штатов Америки против Москвы на Украинском театре военных действий. Или, например, война Китая против Соединенных Штатов Америки. Потому что таким образом они дают огромнейшую волю для различного рода интерпретации. Не называя четкой конкретно вещи своими именами. Это еще это специально делается в рамках пророссийского курса. И именно в интересах агресса. И обратите внимание, как их заголовки коррелируют с позицией ушедшего от нас, слава богу, в мир, ну и в ад. А я надеюсь, он там находится. Пришиво обнуленный шанс. Который сказал, что мы, так называемую, я говорю, так называемую специальную военную операцию, начали зря того, чтобы прекратить войну на, он выражается, на Украине. А развязал эту войну коллективный взгляд. И таким образом, в нарративном плане, и в когнитивном отчасти, журналисты и главные редактора медиа, крупнейших западных СМИ, они подрывают агрессу. Вот вам, пожалуйста, пророссийский курс. Поэтому с ними нужно бороться. И на нарративном уровне, и на интеллектуальном, и так далее. Но у нас, к сожалению, наша официальная дипломатия, она тоже не способна на подобного рода действия. Она в чем-то борется, да, пытается сейчас создать Международный уголовный трибунал отход по военным преступлению Москвы в Украине. Хотя, опять-таки, мне кажется, что она могла бы действовать более профессионально, но не может. То есть еще раз, что нам нужно просто всем серьезно сейчас работать над тем, чтобы сломать пророссийскость именно в ее корне, именно в Соединенных Штатах Америки. Потому что Соединенные Штаты Америки это главная сила западной цивилизации. А западная цивилизация, которая представляет так называемый золотой миллиард, она действительно является мировым дерьмом. Она отвечает и за международную безопасность, и Соединенные Штаты Америки, так же, как и... Ну, агрессор, правда, это незаконно с точки зрения международной безопасности. Ну, Штаты Америки абсолютно правомерно являются постоянным членом совместа в правом ветра. Они, стало быть, они несут полную ответственность за то, что происходит в мире и за стратегическую стабильность в том числе. Я говорю, поэтому нам нужно больше... Да, нам нужно просто еще, повторяю, больше с ними, с коллективным западом профессионально работать. И я уже заканчивал, могу сделать вывод, что пророссийский курс коллективного запада это в том числе наша недоработка. Хорошо. А вот что должны сделать представители вот этих национальных движений, чтобы убедить Запад, что они тоже договороспособны, и что с ними можно так же договориться, как и с Кремлем. Более адекватно даже. Ну, во-первых, они должны, я вам скажу честно, но не рекламы ради, но так это и есть, участвовать в форуме народов построссии, которые происходят, проходят раз в три месяца в странах коллективного запада. Это единственная площадка, которая позволяет лидерам национально-освободительных движений тех народов, которые находятся под российским колониальным влиянием, общаться непосредственно с западными, с западными политиками, экспертами и журналистами и доносить до них чаяние реальные проблемы в том, что существует. А нужно просто говорить правду. Правду нужно говорить. Нужно говорить с странами коллективного запада. Вы же за права человека. Вы за международное право. Вы за стратегическую стабильность. А вы знаете, что права наших народов нарушены тем, что они насильственным путем исторически находятся в российских. федераций. То, что, например, я лидер, смотрите, я лидер Татарстана. Примерно. Я лидер Татарстана. И я общаюсь сейчас с вами как западную политику. И я вам как западную политику говорю. Вы понимаете, мой народ, Татаны, которых я представляю, они в 1992 году в марте месяца на референдуме высказались за суверенитет и независимость своего государства диктата Москвы. Почти 62% жителей Татарстана. Москва силовым путем подкупа шантажа заблокировала интеграционный процесс в Татарстане. Татарстан на тот период времени не подписывал никаких федеративных договоров и готовился к выходу из состава Российской Федерации. Москва нам физически воспрепятствовала выходу, чем лишила нас, нашего неотъемлемого права, которое закреплено международным правом, в частности, в Декларации Коренных Народов. Это первое, которое было принято организацией объединения в 2007 году. Декларация права коренных народов, почитайте документы. И потом Международный пакт о гражданских и политических правах под запубликой почитайте эти документы организации объединения. То есть право на самоопределение татар было таким образом нарусим. И все. И поэтому мы, вот я, 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 я лидер Тавстана, я с вами говорю как западная политика. Мы, татары, не хотим находиться под диктатом в Москве. И мы просим от вас помощи, чтобы вы ввели или посодействовали, потому что один политик, будь то там сенатор, конгрессмен, Соединенные Штаты Америки либо другого парламента страны, как его западом, все равно не может. Решение парламентом коллективно принимается. Ввели, посодействовали, правильно, вы говорите, посодействовали введению адекватных санкций, не те дырявые санкции, которые сейчас введены. Да, может быть, их там насчитали 6 тысяч санкций, может быть, и 26 тысяч санкций, но когда они дырявые, когда они обходят, когда нет двойных санкций, когда нет системы контроля за санкциями, тогда эти санкции, этих санкций может быть и 6 тысяч, они будут действовать, их эффективность как 6 санкций. Вот и все равно, то есть эффективность 6 тысяч санкций, равна как эффективность 6 санкций. Вот. Плюс к тому, вооружите Украину оружие. Дайте Украине как можно больше вооружений. Помогите Украине созданием ее оборонно-промышленного комплекса. Вы же видите, что в Украине оборонно-промышленный комплекс хромает. А поскольку Украина позволяет нам на базе ее национального региона создать наш татарский национальный регион, я как политик легитимный, который обладает легитимностью признания со стороны своего народа, и мой народ понимает, что Москва ведет преступную империстическую корону против Украины, пытается в том числе за счет народа Татарстана эту войну в Украине выиграть, повязывать народ Татарстана этой войной, кроме таким образом не дать возможности в будущем каким-либо интеграционным процессом и включение Татарстана там западную, либо в какую-то в иную цивилизацию, в исламскую цивилизацию. Ну, это сейчас не важно, но тем не менее. Поэтому дайте возможность того, ну, раз Украина такую возможность нам предоставляет, помогите также вооружением и те национальные батальоны, которые сейчас воюют за Украину, потому что, видите, у нас враг один, и уже лучше, я вам скажу, уже лучше пусть наши из Татарстана приезжают воюют здесь за Украину, чем потом ваши из Польши, Германии, Словакии будут класть свои жизни для того, чтобы отстаивать и воевать за свои страны. Вот так нужно еще раз повторю, говорить с западной политикой. Хорошо, я западной политик, а я это услышу? Ну, естественно, вы уже услышали, если я вам сказал. Значит, вы уже услышали. Вы уже услышали, если я вам уже, я до вас информацию донесу, значит, вы уже ее услышали. что запад слушает только то, что хочет слушать. Сейчас они слышат что-то, вот, после форумов очередных, они это слышат, они как-то начинают меняться? Какие-то есть? Да, да, безусловно, они начинают меняться. Но, что касается этих форумов, там, работы на другие каких-то информационных площадки. Понимаете, здесь, смотрите, здесь система такова. Капля точек камень. Вот по такому, по такому же принципу действует этот форум свободных народов построссии, но и другие малочисленные подобного рода площадки. Почему? Почему Запад это услышал и даже предпринимает какие-то определенные действия? Потому что, например, еще одно, я во многом оптимист, я позитивист и считаю, что именно летом 2024 года курс на выдерживание российскости в администрации президента США будет сломлен. Потому что президент США Байден уже сказал, что если Украина проиграет, обращаясь к Конгрессу, когда возник спор о выделении, точнее спор о принятии бюджета касаемо выделения военной помощи Украине, то тогда, соответственно, придется НАТО воевать с Москвой. Уже сам президент Соединенных Штатов Америки это говорит. Немецкие ученые, как в предыдущей передаче с вами обсуждали, представители Германского Совета международных дел в своем докладе, который буквально пару недель назад вышел, сообщили о том, что если Украина проиграет, либо ситуация на украинских фронтах, на фронтах российско-украинской войны будет оставаться статус нового, как сейчас есть, то тогда, соответственно, в течение 6-9 лет Путин, может быть, даже и не будет уже нападать сюда, в Украину, потому что тут будут и государство относительно будет милитаризировано, и возникнет стратегический паритет, потому что зачем смысл нападать на Украину, когда он получит здесь неприемлемый ущерб, он не достигнет своей цели военным путем, когда им проще напасть на страны Балтии или на Германию, которые голые, и которые можно в течение нескольких дней захватить, и таким образом просто перерезать поставки через захваченную Германию различных видов вооружение в Украине. То он не делает. Вот и все. Поэтому еще запад просыпается. Но это все происходит очень-очень трудно. Понимаете, очень-очень-очень трудно именно из-за того, что я говорю, курс сам по себе выдерживания пророссийскости исторически, понимаете, он же заложен исторически, он же не вчера появился, а еще начиная от взаимоотношений, Соединенных Штатов Америки и Российской Империи. Еще оттуда вот там нужно смотреть пророссийскость. Когда Россия инициировала войны, и Первую мировую войну Россия инициировала в Европу, тогда, когда Европа была разделена, и Вторую мировую войну Россия инициировала за счет разделенной Европы, и Третью мировую войну против коллективного Запада Россия в форме Советского Союза вела против коллективного Запада из-за того, Часть стран в Восточной и Центральной Европе оказались в зоне советской оккупации. И четвертую мировую гибридную войну Россия начала, потому что Запад из трех мировых войн, те выводы, которые он и сделал, он просто о них забыл. Он наплевательски отнесся к международной безопасности и стратегической стабильности. И чем дал, собственно говоря, возможность Москве эту войну развязать. Ведь смотрите, с Путиным, с его окружением, с российским народом это все понятно. Это фашисты, реваншисты, отморозки, которые не знают, что такое право. Права человека, у которых испокон веков исторически только существует одно. Право, сила и война. Больше они ничего не знают. И не все понятно. Они фашисты, террористы и конченные военные преступления. Но и Запад, который видит эту ситуацию, не предпринимая адекватных мер реагирования на нее, он априори становится эффективным. А что такое эффективность? Эффективность – это поведение жертвы, которое способствовало нападению на нее агресса. Я уже новое определение, кстати, ввел в политологии. Но в коррективном Западе, кстати, боятся его применять. А боятся почему? Потому что они прекрасно знают, что из-за бездействия тоже наступает ответственность. Определение называется политической эффективностью. То есть поведение сейчас коллективного Запада, оно политически эффективно. Потому что Запад, он из-за своей вот этой позорной импотентности, скудаумия, скудаумия, скудаумия как политика, как экспертов, которые не утруждают. Да, кстати, вот еще, смотрите, ответ, опять-таки, очень важный, потому что вот ведущие западные СМИ, которые находятся под контролем, западные, точнее, леволиберальных сил Соединенных Штатов Америки, они употребляют такие вот слова, как «war in Ukraine», или, например, «израильс вар», то есть «война Израиля». Вот, ну, опять-таки, там они «Израиль» выставляют таким образом, точно дают интерпретацию, возможность для интерпретирования выставить «Израиль» различным, в том числе российским пропагандистам в качестве агресса. А почему, откуда возникают такие формулировки? Да потому что я внимательно изучал западные труды, труды западных ученых, исследователей, аналитиков и просто обычных журналистов. Они, как минимум, в большей половине, они переписывают, берут из российской пропаганды фразы штампные. То есть, например, украинский коллаборант, который во время войны перешли на сторону агрессоров, они называют почему-то сепаратисты. Ну, послушайте, а сепаратисты могут быть, например, в Испании, в регионе Каталонии, требовать большей автономии от Испании или выхода из состава Испании. Ну, опять-таки, еще это реконституционным законным путем, то есть в рамках того законодательства, которое существует в той стадии. Еще вот, опять-таки, чем сепаратисты, очень важно, чем сепаратисты, ну, вот мы должны это рассмотреть, потому что нигде, кроме как на нашем канале, это не обсуждается. Чем сепаратисты отличаются от коллаборантов? Тем, что сепаратист хочет отделение своего какого-то региона или провинции от основного государства для того, чтобы этот регион стал независимым. То есть он хочет независимость своего региона и его путем отделения от материнского изначального государства. Ну, опять-таки, в рамках международного права и Конституции, а также законодательства той страны, где он требует этого сделать. А коллаборан, он в нарушении международного права Конституции, законодательства государства жертвой агрессии во время войны берет оружие и воюет против собственного народа на стороне агрессии. Либо иным другим путем действует на стороне агрессии. Например, в нарушении международного права и действующем законодательстве страны переходит на работу в оккупационные органы государства агрессии и оккупантов. Либо иным образом передает информацию, сотрудничает и содействует с оккупаном. Вот это и есть коллаборант. Чем коллаборант, который отличается от сепаратистов. Вот западные эксперты, журналисты, в большинстве своем случае, я помню, 90%, это отличить не могут. Казалось бы, западная политическая мысль, западное политологическое образование, ну, послушайте, во всем мире же, это же везде считается бренд, закончить, например, тот же самый Стэнфордский университет, или там какой-нибудь Джорнстаунский университет, получить PHD, доктора политологии, это вообще там ум такой и так далее. А посчитайте, что пишут эти доктора политологии. Послушайте, они еще по-прежнему призывают университетских коллаборантов сепаратистов. Вот будь бы я, например, если бы мне попался такой ученый, или такая работа, пришла бы на рецензию, я бы, соответственно, дал бы отрицательную рецензию, я бы такую работу не подписал в печать, если бы я был главным редактором научного издания. А если бы такой вообще профессор пришел ко мне на курсы повышения квалификации, то я вообще бы поставил вопрос о лишении его диплома. Я бы просто ему сказал, слушай, ты мошенник и аферист, потому что ты своими словами и работами показываешь, что ты не заслуживаешь иметь магистра политологии. Я бы сразу инициировал, писал бы заявление туда, в Стэнфордский или Жорстармский университет, чтобы провели расследование и вообще бы поставил вопрос, на каком основании такому человеку, который не может сепаратиста, коллаборацией работать, выдали диплом ПХД предполитого. И все, я бы с ним быстро разобрался. Просто таким образом мы видим, что на Западе есть два вреха. Либо они обедненные умом, или мошенники и аферисты, которые продались и работают за деньги в Москве. Иных вариантов быть не может. Ну все, до свидания. Все было очень интересно. До следующей встречи. Да все, всем пока и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова